По набережной Камы по-прежнему не прогуляться, хотя подрядчик заверял, что к середине октября работы закончат. Сейчас, спустя две недели после истечения очередного дедлайна, директор строительной компании говорит о готовности в 98%. Объект практически готов. Вы посмотрите, тут, конечно, не наведена, скажем так, финишная уборка, потому что устраивать вот эту показуху сегодняшнего днём мы не стали. Тут работы осталось на 2-3 дня. А вот это вопрос. Внешне всё выглядит неплохо, отмечают депутаты городской думы и представители муниципальных властей, приехавшие на объект с очередной ревизией. Но при ближайшем рассмотрении выясняется – недоделок масса. Гранитные плиты на клумбах не закреплены, болтаются и световые опоры. Всё это просто небезопасно для посетителей. В чём проблема вот этого? Объяснили. Это полностью правительное решение. Это правительное решение? Да. Это то, что предусмотрено правительство. То есть оно должно вот так шататься? Я не знаю, должно ли оно считаться, но оно выполнено полностью по проекту. К проектно-сметной документации вопросы есть, признаётся представитель заказчика. Многие пункты были либо некорректны, либо отсутствовали совсем. Исправлять бумаги пришлось уже в процессе ремонта, что также сказалось на сроках. Нам пришлось чистить и ремонтировать ливневую канализацию, которой не было в проекте. Нам пришлось перепроектировать подпорные стенки, потому что они входили в железнодорожное полотно. Нам пришлось от этого уйти. Изначально первую очередь набережной подрядчик компания «Газмет Интек» обещал сдать ещё в августе. На дворе конец октября, а строительная эпопея продолжается. Игорь Сапко назвал это очередным системным сбоем работы администрации, за год работ сменивший несколько кураторов проекта. Кроме того, возникли сомнения в подлинности банковской гарантии, выданной «Газмет Интеку». За выполнение подрядчикам взятых на себя обязательств поручился МОСТ «Трансбанк». Мной будет сегодня подготовлено совместно с юристами Думы и администрации обращение в следственные органы, в прокуратуру, с тем, чтобы детально разобраться с проведённым и конкурсом, и пакетом документов, который был представлен. Параллельно контрольная счётная палата города проведёт комплексный анализ в соответствии производимых работ проектно-сметной документации. Не исключено, что по итогам этих проверок контракт с «Газмет Интек» будет расторгнут. И реконструкцией второй очереди набережной займётся кто-то другой. Александра Михеева, Василий Дулевинских, Телевизионная служба новостей.